На этом же заседании парламентарии одобрили во втором окончательном чтении закон об универсальной электронной карте гражданина. Ее начнут бесплатно выдавать по заявлениям граждан с 1 января 2013 года. С 2014 года УЭК будет выдаваться всем гражданам, не подавшим до указанного срока заявление о выдаче и не обратившимся с заявлением об отказе. Также на бесплатной основе. При этом каждый пользователь может отказаться от карты в любой момент, и УЭК будет аннулирована. Обсуждение и принятие законопроекта сопровождалось несанкционированным пикетом. Православные верующие перекрыли проезжую часть президентского бульвара сразу после молебна в церкви Рождества Христова, настоятелем которой является отец Сергий Пушков, неоднократно высказывавшийся против введения универсальных электронных карт. Не так давно во время встречи в Мининформполитике подчеркивалось, что пользование картой – дело добровольное. Однако некоторые священнослужители не сочли нужным успокоить свою паству. В результате верующие решились на такое небогоугодное дело, как нарушение закона. Кстати, в Библии тоже ничего не сказано о том, что в случае несогласия с решениями властей надо перекрывать движение в центре города. Никаких санкций к митингующим, в основном пожилым женщинам, не применяли. Более того, одна из активисток получила возможность выступить в госсовете. Альтина Архиповна выступила на заседании госсовета. То, что она выступила, это уже большое достижение, достижение той демократии, того строя, который сейчас строится у нас здесь, в России. То есть православие и вера наша, она слышима властью. И то, что сейчас выступил человек от имени церкви, от имени простого народа, верующего, это делает честь власти нашему госсовету, депутатам. Тем не менее, 36 депутатов госсовета из 40 присутствующих проголосовали за введение универсальных карт, исходя из соображений целесообразности. В конце концов, банковскими картами охотно пользуется огромное количество людей, независимо от возраста, социального статуса и вероисповедания. Чем хуже универсальная электронная карта, непонятно. Спасибо. Продолжение следует...